всем привет вы на канале пользы нет и сегодня вопреки всему несмотря ни на что я расскажу вам о смартфоне опоры на 10 pro плюс скорее всего который скоро выйдет в глобалке в китайской версии он вышел в начале июня я его приобрел уже протестировал и имею возможность рассказать я немного сравню с айфоном 14 pro max расскажу вам что по моему мнению он больше красивый чем умный потому что если говорить об этом аппарате прямым текстом я могу вам сказать snapdragon 8 плюс ген один отличный процессор могу сказать что здесь великолепная быстрая память хороший экран со 120 герцами великолепной плотностью пикселей и можно напихивать эпитеты по полной программе но вопрос как все это дело работает так вот я вам спалернул это камера фон . если вам это интересно надеюсь вы посмотрите если вам интересно чтобы я рассказывал вам о девайсах о которых вам никто не расскажет потому что их нет на глобальном рынке даже когда они появятся они будут стоить космических денег это будет специфический продукт его будет брать очень мало людей то ставим лайк пишем в комментах продолжать почему потому что на подобные девайсы обзоров море как вы прекрасно понимаете их продают поэтому о них рассказывают к слову на iphone 14 pro max 13 pro max уже больше года я не делаю обзоры на 13 pro max точно эта штука не скажу что мне не понравилось но честно спойлер я его не понял но вы увидите все результаты тестов примеры фото и видео фото невозможно шикарный неприлично шикарно в телегу мою личную я уже скидывал исходники можете посмотреть а вот по поводу всего остального можно долго и упорно дискутировать смотрим распаковка поставляется данная модель в довольно интересной упаковке из плотного картона на ней есть название краткие характеристики модели комплекте мы имеем чехол ключ для извлечения слота по 2 наносим карты краткое руководство сам смартфон блок питания с китайской вилкой на 100 ватт разумеется в голобалке будет евро вилка и кабель для зарядки с юсби и на тайп си вес смартфона 194 грамма все как у всех а габариты 163 на 74 на 8,3 миллиметра довольно он узенький розыгрыш и море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 ми бэндов 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал там всегда много полезного особенно в тега и скидок всем кто посмотрел ролик огромное спасибо знаете вы помогаете проекту не забудьте подписаться перейдем же к смартфону продажи из черная фиолетовая и золотая расцветка рамка смартфона выполнены из пластмассы материалы хорошие как и сборка дизайн смарта интересный и смарт внешне слегка похож на смартфоны от бренда huawei в руке 10 pro plus лежит удобно но пользоваться одной рукой не всегда удобно хотя кому как опять же на корпусе расположены кнопка питания качели регулировки громкости разъем для зарядки юсб тайп си от ага версии 20 микрофон и динамики звучание здесь разумеется стерео качество звука хорошая громкости достаточно в стоке есть несколько предустановок звучания но кастомного эквалайзера нет вибромотор тактильно приятность технологии ох аптек но не назову его флагманским вообще никак миниджека нет а вот и к порт завезли и опять же кому нужен и к порт читайте в комментах я уже много раз спрашивал много людей используют его для кондиционера в поездках для телевизоров и вполне возможно вы как и я используете его крайне редко но его наличие точно хуже смарт не делает защита от воды и пыли официально не заявляли так что топить данный смарт я не буду и вам не советую смартфон оснащен у лет дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей небольшой подбородок есть но он практически незаметны и как и рамки экран полуводопад цветовая гамма сто процентов dc и p3 и сто процентов srgb разумеется имеется поддержка одного целых семи сотых миллиарда цветов плотность пикселей 451 пипя и хотелось бы 500 чтобы можно было считать читалкой яркость 1100 нет хотя если честно она и не ощущается пиковая яркость 1400 нет ее в принципе хватает при прямом попадании света на экран яркости достаточно но большого запаса яркости повторяюсь нет мы уже привыкли у флагманов к 2000 на пиковой правильно автояркость под разное освещение подстраивается довольно быстро и корректно частота обновления экрана максимум 120 герц точно 240 герц результат теста на частоту дискретизации касаний вы видите на экране как и результаты шима они ужасны always on display разумеется в наличии никакой не обрезанные полноценным разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного под экраны распознавание лиц сканер отпечатков пальцев работает корректно и шустро зарегистрировать можно до пяти отпечатков пальцев ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя что хорошо и характерно в принципе для всех смартфонов от бренда биби кей распознавание лица срабатывает быстро даже под углом внести биометрические данные можно только одного лица процессор здесь установлен qualcomm snapdragon 8 плюс ген один с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами максимальная частота у него 3,2 гигагерца также установлен мали силикон x для обработки изображения сопроцессор графический процессор adreno 730 стандартный обвес и интерфейс дискала с 13 на базе андроида 13 версии когда будет глобалка будет скорее всего она на фонтек google сервисы на борту система работает неплохо микрофризы встречаются но очень редко оперативная память lpd r5 над 16 гигабайт внутренняя память и fs31 на выбор 256 или 512 гигабайта она здесь реализована прямо супер учитывая что показывает данный смартфон в тесте памяти имеется поддержка вай-фай 6 серии поддержка 5g сетей что не для всех актуально для 4g сети band 7 20 отсутствует в китайской версии в глобалке будет bluetooth версии 5.3 nfc смартфон разумеется поддерживает устанавливаем мир pay платим и радуемся gps тест городских условиях показывает точность 3 метра что неудивительно и стандартно для qualcomm а емкость аккумулятора 4700 миллиампер часов письма к тест на автономность смартфон у меня упорно не проходит смартфон поддерживает быструю зарядку на 100 ватт и беспроводной зарядки здесь нет заряжается смарт от 0 до сотки в среднем у меня за 34 минуты но магия в том что иногда он у меня заряжается за час хотя пишет что зарядка быстро что с ним происходит понятия ними за час просмотра видео на ютюбе по вай-фай у меня на 100 процентах яркости улетает 9 процентов заряда а в играх за час у меня по-разному уходит иногда вообще 32 процента в час при том что вы сами видели как он бабки том же сбрасывает fps так процессоры не реализовываются если вам интересно чтобы я погонял его в твиче напишите в комментариях потому что пока у меня отношение к нему крайне негативное перейдем же к тестам тротлинг тест проходил на 100 потоках при 30 минутах какие результаты вы видите на экране в гикбенче шестом в сингл коре 1426 мультикоре 3985 3d mark wildlife extreme stress показал 2796 вайл life максимум вайл life стресс-тест 10320 slingshot extreme и slingshot на максимуме в antutu выдал результат в 1 миллион двести тридцать одну тысячу попугаев сторож тест показал хорошие 82 тысячи 45-минутный стресс-тест прошел неплохо результаты вы видите на экране теперь про собственно камеры основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и двойной лет вспышки основной сенсор sony amx 890 на 50 мегапикселей с оптос табом автофокусировка и углом обзора разумеется 84 градуса не особо большой угол но неплохо сверх ширик на 8 мегапикселей с углом обзоров 112 градусов и телефото сенсор спирик скопом на 64 мегапикселя с автофокусировка оптической стабилизацией запись видео доступно в максимальном разрешении с основного модуля 4к 60 fps фронталка на 32 мегапикселя в 90 градусов может снимать максимум в 1080p 30 fps короткий пример вы сейчас увидите как и сравнение сравнение основных модулей 4к 60 fps iphone 14 pro max и опоры на 10 про плюс китайская версия вот так вы сможете снимать различного типа объекты делаем x3 x10 x13 с половиной на получается опора на x8 давайте сделаем с 8 на яблоке принципе по их сам вам понятно съемка с руки все было ясно и без чего-то там еще да и x1 движение еще раз повторяюсь для меня это не сравнение потому что у оба очень много проблем с одной стороны с другой стороны многим будет интересно ну что же они сделали такого что они хотят такие деньги яблоки 1080p 60 fps а по все протерто все как и справляются со съемкой 08 это у нас угол побольше опа ну а по качеству мне кажется здесь даже сравнивать нечего почему можете взять и попроще яблоко будет плюс-минус одинаково снимать по моим опытом и ощущениям от 13 про он особо сильно не отличается мы уже это дело сравнивали напоминаю что фронталку айфона может снимать 4к 60 fps сейчас я снимаю 1080p 60 fps и на опа разумеется 1080p ну еще раз напоминаю что яблоко это не смартфон для супер фотографии хотя опять же делают они по мне всегда очень достойно особенно когда ты выгружаешься в любые соцсети iso 80 у яблоко у нас у а по iso 101 ну более тонкая можно сказать настройка но что она дает сейчас мы увидим по зданию это основной модуль у нас и я по зданию прямо конкретно вижу что здесь чуть-чуть может быть больше деталей здесь у нас слова слилось видите здесь у нас чуть чуть больше видно то есть деталь детализация лучше все-таки у а по что и требовалось ожидать в обычных дневных фотографиях ночных мысла сравнивать по мне особо и нет хотя здесь опять же антенна лучше получилось у яблоко здесь небольшое сравнение ультра шириков по левую сторону у нас яблоко по правую сторону у нас о паре на 10 про плюс и если посмотреть то яблоко берет больше угол это раз-два у а пара на качество конечно не факт что и намного лучше я бы даже сказал что они здесь могут поспорить по поводу того у кого насколько хорошо получается фотографировать на ультра ширик по углам принципе замыли на плюс-минус одинаково по цветам я вам скажу что по мне больше угадала здесь яблоко во всяком случае с цветом воды и зелени сказать что там детали вот здесь вот под навесом намного больше видно видно у яблоко ну да а что это вам дает а ничего ну и смотрите чтобы не строить ложных иллюзий у нас апертура 2 и 4 со 254 на великому ужасному по и на яблоке у нас апертура 1 и 9 и 125 насколько хороши у фронталки фотографию можете судить сами для меня с яблочного девайса я фактически могу что угодно сделать с этой фотографии и с цветами он больше угадал и принципе пейзаж позади меня тоже лучше и вырезал он меня лучше поэтому сравнивать фронталку смысла нет фронталка здесь как и у всего из бибики не супер здесь у нас война телевиков что обычно не делаю но мне прямо интересно с точки зрения того что о по позиционируется как мега крутой смартфон на по фотографии мы сейчас сравним все это дело с яблочным единственная в диджай программе фотографировал но особо отличие от этого нет никаких и что мы видим да если презумирование о по ну он в разы лучше в этом смысле он яблоко рвет прямо конкретнейшим образом я думаю с этим вы согласны у пары на 10 про плюс и например работа фронталки в лифте вот так вы сможете себя снимать как микро так и камера опоры на 10 про плюс 4к 60 fps пример работали в лифте 8 конета может быть она вам и не надо вот так у вас будет работать камера и микро 4к 60 fps немного съемки днем и вот так если стоять и снимать вы сможете стоять и снимать что вас окружает двигаться допустим смартфон сбоку движущиеся объекта солнце есть но лучше не прямые ближе украстью вот так вы сможете снимать что-то на расстоянии вытянутой руки ультраширик максимум в 1080p 30 fps как говорится ну хотя бы какой-то потому что в 11 про не версии плюс ультраширик отсутствует как и в некоторых других уже смартфонах бибики хотя может быть это и хорошо но решать как говорится конечному пользователю кто будет все это дело приобретать правильно заправка x переключился x переключился x18 неплохо ультраширик 1080p 30 fps максимум вот так можно снимать помещение с него и ночью вы скорее всего увидите пример съемки этого места магического почему потому что она освещена очень очень неприятными галогенками и это очень даже удобно река 60 fps и до маркетинг уже сделал для нас будущее реальным катаются и продаются только чтобы продавались дуриан и 4к 60 fps и я это если на 3к 60 fps всем кому хочется прикинуть до нажатию на 2 и 5 да но 4к 60 fps основной модуль съемка с двух рук никакого движения просто слегка поворачиваю и все вот так вы сможете снимать подсветку можно включать но особо смысла я от нее не вижу съемка с фронталки можно увеличивать 2 ночь роллинг шатра нет так и чтобы вы понимали 4к 30 fps ночью будет выглядеть вот так 4к 60 fps ночью будет выглядеть вот так и насколько лучше или хуже решать вам мне нужно протестировать все это дело разумеется в шлеме но напоминаю что при любом раскладе необходимо обе руки держать на руле все в движении ветер не сильный разговариваю в шлеме но шлем с открытым забралом если я правильно называю это дело если говорить о принципе качестве съемки можно долго упорно спорить что ночью снимается плохо или что-то лучше мне довольно часто подписчики пишут что им что-то нравилось напоминаю что исходники фото у меня в личной телеге но и в принципе еще раз повторяю что смартфон довольно специфичный как он делает портреты это кайф но за эти деньги много кто делает кайповые портреты напоминаю если вам не нужны гуглы можно вообще хуавей взять если вы морально готовы к тому что у вас будет печкой не оптимизированный процессор но неплохая съемка можно взять пиксель 7 а или пиксель 6 а если совсем дешево и еще много всяких альтернатив и вариантов принципе для теста съемки более чем достаточно на основной камеру так то же самое на фронталку делать так не стоит съемка с одной руки и разумеется в камеру смотреть тоже не стоит однозначно насколько вы хорошо из меня видите насколько вы видите что неплохая для вас картинка лежать вам но напоминаю что фронталки здесь есть точка ультра ширик в 1080 30 fps будет примерно вот так снимать и насколько для вас это актуально решать вам но по мне разумеется в движении все это дело даже без движения слегка бесполезно но может быть кому-то когда-то пригодится с другой стороны вот это вот бесполезно тоже нужно прикусить мне язык потому что когда я начинаю пользоваться тем же риме 11 либо у меня рефлекс просто обзорщиков включается мне не хватает ультраширика либо реально для каких-то сценарий использования когда ты хочешь чтобы картинки у тебя особенно на фото оказалось чуть больше объектов дело даже не в информации она по большому счету тебе особо и не нужна то есть просто как вот-вот там всего так много и у тебя оказывается что ультраширика нет и от напрягает потому что наверно привыкли 1080p вот так сможете снимать жирафчиков издалека и 4к 60fps смотрим x3 x6 x18 и вот лев 4к 60fps пруд с крокодилами на крокодиловой ферме вот так вот меняется мир они ели нас теперь кто-то ест их ну не этих конкретно но в целом вот так выглядит крокодилова ферма в своей жизни кормил самок признавайтесь смотрим на реакцию реакция до огонь всего за 100 рублей вы можете посмотреть просто безумное количество рыб пытаются биться бросай много маленьких альбинос золотой сон 4к 60fps вот так кормят аллигаторов смотрите кто-нибудь приплывет сюда за едой за едой наверно кто-то приплывет может быть для пашка главное не улететь вместе с ней вот так вот так можете кормить довольно большую штуку 4к 60fps водный рынок съемка с двух рук и вот так вы сможете снимать будучи на отдыхе где-нибудь безбожно дорого к слову то есть чтобы поплавать со снэком и зайти в эту штуку нужно заплатить в рублях 2000 рублей на одного человека много фронталки у дороги я вам скажу что ощущение что смарт старается снимать даже в 1080p с каким-то киноэффектом и у него довольно таки неплохо получается опять же это мое субъективное мнение пишите может быть у вас как-то по-другому тем более очень часто но правда это люди которые любят покупать пока f5 убеждают что 4к 60fps нам не надо только 1080p ну вот здесь фронталка 1080p но качественная опять же по мне 4к 60fps с одной руки максимально все солнечно максимально все громко съемка кстати против солнца довольно шумные вот так вы примерно сможете снимать снятые трансформаторы скорее всего это трансформаторная подстанция до далеко 3к 60fps горные бараны x и x2 x3 x4 x5 x6 x18 вот зачем добавлять такие иксы что ты все равно ничего не видишь но ультра ширик разумеется не перейти можно параллельно фотографировать и ставить на паузу 3к 60fps кормим слона если он будет есть уберет аккуратненько и все съедает 4к 60fps основной модуль и делаем иксы x3 переключился x10 x18 x10 x9 x5 x3 штатно основной модуль и ничко там непрошенные гости x5 x12 4к 60fps съемка с одной руки вот так при рассеянном свете уже при закате через тучи можно будет снимать на этот смарт который в принципе заточен под съемку довольно неплохо если встать снимать неспешно то как вы видите все даже очень неплохо всегда вопрос в операторе и картинки а потом уже в технике минусы нет 60fps для фронтальной камеры нет 7 и 20 бенда нет миниджека нет места 5 micro sd и вообще все плохо шимом цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал там много всего полезного всем кто посмотрел обзор на данный смарт огромное спасибо знайте вы помогаете проекту и можете посмеяться понятия не имею как я буду его продавать потому что с такими характеристиками продавать такое стыдно и резюмировать я бы хотел как всегда на камеру собственно смартфона 4к 60fps у него основной модуль снимает вроде бы должно быть все волшебно но не это важно важно что я тестирую много смартфонов часть из них я ругаю часть из них я хвалю китайские версии всегда хуже чем глобалки почему потому что в глобалках у нас другая агрегация частот есть те бэнды и остальные какие-то радости но здесь вопрос чуть-чуть в другом здесь вопрос в реализации собственно процессора в данном аппарате я считаю что тот рандом который я получил с этим устройством я могу списать на то что мне попался брак или еще что-то подобное но мне так не кажется низкий фпс в играх раз-два лютый шин просто лютейшие очень непривычно видеть это у экрана в двадцать третьем году тем более у флагмана если говорить о каких-то других особенностях да он красивый да он хорошо снимает снимает лучше чем что-то но у него нет ничего особенного из разряда защита от влаги допустим то что предлагают пиксели яблоки самсунге у него нет ультра стабильного процессора как предлагают сяоми либо риме в некоторых моделях у него нет супер выгодного ценника как у опять же китайской линейки айкью на 8 или на 8 pro и я понимаю что о по в понимании биби кей это премиум но этот премиум в данном варианте как у меня я считаю реализован не на свои деньги поэтому от меня девайсу без размусоливания однозначные нет пишем может быть я чего-то не понял обязательно смотрим кому интересен данный аппарат исходники фотографий моей личной телеге можете не подписываться скачали посмотрели от на откалиброванным мониторе написали мне здесь без мата что я не прав и этот аппарат своих денег стоит потому что на свои деньги он фотографирует но все остальное здесь еще раз повторяюсь это не про игры это не про безопасность зрения и это не про выгодный ценник тогда вопрос про что это вот это было неудачный вариант айку на 8 pro но он был это более удачен потому что его я понимаю чем этот девайс пишем свои в комментариях мысли по поводу этого устройства еще раз повторяюсь я обозреваю то что интересно мне я понимаю что лучше обозревать то что продается то что хорошо зарекомендовала себя либо то о чем говорят все примерно в том же направлении но такие типы устройств особенно не с лютым оверпрайсом потому что в принципе у него ценник для этого для этой упаковки оболочки нормальный но реализация повторяюсь по мне подкачала